SCP-2669 Кеб-Тиул-1 Объект номер SCP-2669, класс объекта Кетер Особое условие содержания В рамках отдела фонда по космическим аномалиям был создан командный центр Кетбул-1 С целью поддержания контакта И если в нем есть необходимость контроля за SCP-2669 Все доступные ресурсы под программы Кетбул-проекта Хеймдель В данный момент перенаправлены на то, чтобы увеличивать расстояние между SCP-2669 и Землей настолько, насколько это возможно Для достижения этой цели следует использовать все периоды времени, в которые SCP-2669 находится под контролем командования центра Кетбул-1 Сотрудникам не следует принимать во внимание параметры предшествовавшей миссии Ввиду возможной необходимости большого количества субъектов класса D для содержания SCP-2669 Отдел логистики фонда утвердил специальную программу вербовки сотрудников в качестве персонала Для направления на SCP-2669 Эта программа получила предварительное одобрение на запуск в лагере беженцев Вер-Рамта, в Мухабхазе и Бдит, Иордания, под прикрытием Организации Международная Благотворительная Служба Усыновления Описание SCP-2669 – это космический зонд Кетбул-1, разработанный, сконструированный и запущенный фондом в 2004 году в качестве части протокола оценки внеземных угроз, утвержденного в рамках проекта Хеймдель Первоначальной миссией SCP-2669 было прямое наблюдение экзопланет, которые предположительно могли бы приютить подобные земным формы жизни Эта миссия выходила за пределы основных научных возможностей обозримого будущего В SCP-2669 были реализованы две возможности, которые недостижимы на современном уровне техники Эффективное сверхсветовое движение, изучение и адаптация трех экзотических двигательных систем, найденных в SCP-2722, которые, как предполагается, оперируют локальным искажением пространства-времени Позволили создать небольшой экспериментальный зонд, способный путешествовать с относительной скоростью до, и в некоторых случаях больше, 5.3 скоростей света Ввиду явного разрушительного потенциала подобного двигателя было разрешено использовать его только на Кетбул-1 Мгновенная связь и управление Кетбул-1 был оснащен расширенной компьютерной системой управления полетом, включающей в себя интеграцию человеческого сознания в систему командования и управления данными Изучение и адаптация феномена удаленной связи с телом, лежащего в основе SCP-2372, позволило совершить загрузку человеческого сознания в электронный интерфейс Присутствие отдельного человеческого сознания, связанного с физическим телом на Земле, позволило осуществить мгновенную передачу информации с Земли к месту нахождения Кетбул-1, несмотря на релятивистские расстояния Это позволило достичь высокой степени контроля, необходимой для того, чтобы космический зонд продолжал работать за пределами Солнечной системы в рамках требуемых для миссии возможностей В течение периода полного контроля со стороны фонда Кетбул-1 непосредственно исследовал 114 экзопланет Результаты этого исследования остаются засекреченными SCP-2669 является вместилищем сознания D-43852, ранее доктора Асмана Тарин D-43852 захватил автономное управление над зондом и активно пытается найти путь к Земле Ввиду возможных последствий столкновения с Земли и релятивистского объекта, которое может произойти в случае возвращения зонда, процедура сдерживания направлена на недопущение возврата SCP-2669 на Землю Эксперименты показали, что загрузка сознания другого субъекта параллельно с сознанием D-43852 прерывает контроль последнего над SCP-2669 В отсутствии контроля со стороны D, резервное программное обеспечение позволяет вернуть управление над двигательными системами SCP-2669, которые запрограммированы продолжать полет зонда по его первоначально запланированному курсу, бесконечного удаления от Земли Однако D-43852 продемонстрировал способность удалять дополнительных субъектов из SCP-2669, хотя этот процесс, как правило, занимает несколько недель Последующая судьба дополнительных субъектов класса D, загруженных в SCP-2669, в настоящее время неизвестна Ввиду природы процесса загрузки запрещается использовать сотрудников класса D, завербованных за пределами указанной выше специализированной программы Приложение 2669.1. Результаты исследований Кэтбул-1 Примечания исследователя Ниже представлены примеры экзопланет, посещённых SCP-2869 Представленная информация представляет собой резюме полученных результатов Детальные записи могут быть получены по запросу в отдел космических аномалий Расстояние до Земли 16 световых лет Предварительная оценка Вероятность обнаружения развитой цивилизации 17% Результаты Признаки жизни отсутствуют, признаки обитаемости в прошлом отсутствуют Заметки Ввиду результатов первичного химического анализа занесённых в файл Неудивительно Изучение атмосферы указало на присутствие большого количества кислорода Однако более близкое исследование показало, что его присутствие связано с другими химическими процессами Протекающими на поверхности планеты Какие-либо электромагнитные сигналы или признаки сложных структур отсутствуют Но мы же не надеемся откопать золото с первого раза Планета Кеплер-186f Расстояние до Земли 560 световых лет Предварительная оценка Вероятность обнаружения развитой цивилизации 33% Результаты Признаки жизни отсутствуют Признаки обитаемости в прошлом отсутствуют Заметки наблюдателя По правде говоря, я разочарован Я не могу сдержать благовейного страха перед возможностью непосредственно исследовать места, которые я считал для людей непостижимыми Но ввиду того, насколько эта планета близка по размеру к Земле, я надеялся увидеть свидетельство того, что даже если сейчас тут нет жизни, то она по крайней мере когда-то раньше могла быть здесь Здесь нет никаких химических признаков жизни, даже бактериальной Летим к следующей планете К2-9b Расстояние до Земли 359 световых лет Предварительная оценка вероятности обнаружения развитой цивилизации 41% Результаты Признаки жизни отсутствуют Признаки обитаемости в прошлом отсутствуют Заметки Я знаю, что командование думает, что я ошибаюсь, надеясь найти что-нибудь Но вы что? Настолько далеки от обычной для ученого деятельности, чтобы понять, насколько волнующе искать признаки внеземной жизни? Да, я понимаю, что это рискованно Но это место столь же одиноко, сколь восхитительно Я никак не могу понять, почему тут нет даже атмосферы Как показания могли оказаться столь неточными? КОИ-4427b Расстояние до Земли 782 световых года Предварительная оценка вероятности обнаружения развитой цивилизации 19% Результаты Признаки жизни отсутствуют Признаки обитаемости в прошлом отсутствуют Заметки Я ценю, что вы разрешили мне посетить это место Мне очень помогает участие в процессе принятия решений в отношении миссии Мы не ожидали многого здесь увидеть И, естественно, мы не нашли ничего Я рад, что эти результаты обнадеживают команду Я продолжу искать Я сделал официальный запрос на проведение обзора программного обеспечения Я чувствую, что слышу слабый, едва различимый фоновый шум Но ведь это невозможно Вы его слышите? Кеплер-44-2b Расстояние до Земли 1120 световых лет Предварительная оценка вероятности обнаружения растой цивилизации 78% Результаты Признаки жизни отсутствуют Признаки обитаемости в прошлом отсутствуют Заметки Как тут могло ничего не оказаться? Это каменистая планета, как и предсказывали теоретики И все эти сигналы Сети настолько сильные, что вашим людям пришлось их глушить Как это может исходить от мёртвой замёрзшей каменюки? Я не могу ничего сделать, кроме как запустить тесты и анализы Раз у меня нет тела, я бы проводил эти анализы атмосферы до полного изнеможения Кстати, знаете ли вы, что это возможно? Усталость без тела Это тяжело понять Мой бог, дай мне что-то О чём можно было бы собрать информацию, что-то отличное от камней И абстрактных химических реакций Я слишком долго этим занимался Дайте мне что-то для исследования Расстояние до Земли 1750 световых лет Предварительная оценка Вероятность обнаружения разной цивилизации 3% Результаты Признаки жизни отсутствуют Признаки обитаемости в прошлом отсутствуют Заметки исследователям Я больше не ложусь спать и больше не просыпаюсь Не замечаю течения времени В ЦУПе прошло всего несколько лет Такое ощущение, что это было века назад Века, которые едва прерваны встречами с мёртвыми породами Никто не думал, что мы что-то найдём в одном газовом гиганте Который даже не находился в обитаемой зоне Но я мечтал Фантастические организмы, приспособленные к жизни в атмосфере и в экстремальных условиях Прозрачные существа, живущие силами, которые мы даже не можем себе представить Будет ли у них вообще потребность в общении? Я потратил десятилетия, думая о том, чем они могли бы быть Но тут ничего нет И я опять слышу что-то странное Расстояние до Земли 2540 световых лет Предварительная оценка Вероятность обнаружения разной цивилизации 53% Результаты Признаки жизни отсутствуют Признаки обитаемости отсутствуют Заметки Вы хоть представляете, насколько абсурдно всё выглядит отсюда? Вы представляете, что инопланетная цивилизация рождается из едва заметной пылинки в бесконечном море? Нелепо Свет этой звезды, которую вы видите старше Иисуса И вы думаете, что здесь есть что-то Замышляющее вам вред Мне нечем смеяться, хотя мне хочется Я боялся, что моё тело станет тюрьмой А вы и рады были в ходе разговора мне сказать, что за судьба меня ждёт Оно ещё у вас Моё тело Я желаю, чтобы вы его сожгли Знание, что оно существует там до сих пор доставляет мне такие мучения, которые вы не можете понять Расстояние до Земли 3150 световых лет Предварительная оценка Вероятность обнаружения разной цивилизации 1% Результаты Признаки жизни отсутствуют Признаки обитаемости в прошлом отсутствуют Заметки наблюдателя Вы собираетесь гнать меня дальше Бесконечно, не так ли? Это никогда не прекратится Я уже сейчас могу вам это сказать Снаружи ничего нет Есть только мы Вы тоже это знаете Но вам нужна большая выборка данных Но есть только мы Мы одни в вечности Забудьте про меня, пожалуйста Вы не можете понять, каково это цепляться за пустоту вечно ПСР-Б1-620-26Б Расстояние до Земли 3800 световых лет Предварительная оценка вероятности наличия жизни 3% Результаты Уничтожено Заметки наблюдателя Через несколько тысяч лет Вы увидите сверхновую Смеху-то будет Если в конечном итоге Именно там оно все и было Я слышу голоса Это не могут быть они Ибо тут ничего нет Это какой-то дефект в моем интерфейсе Это все, в чем я действительно нуждаюсь Примечание исследователя Это последняя передача данных Относящихся к миссии Кетбул-1 После чего зонд разорвал связь Приложение 2969.2 Обзор принятых мер По минимализации последствий После получения данных Из ПСР-Б1-60-20 Кетбул-1 разорвал связь И не отвечал в течение 21 дня и 3 часов Д-4385-2 был признан погибшим А Кетбул-1 утерянным Центр управления миссией Восстановил контакт с Кетбул-1 Полученные данные указывали на то, Что зонд сменил свой курс И теперь движется прямо на землю Разрушительный потенциал Столкновения с землей На реликтивистской скорости Стал причиной изменения задачи Центра управления миссией На то, чтобы любой ценой помешать Зонда вернуться на землю Кроме того, к моменту восстановления Контакта Д продемонстрировал наличие Полного контроля над системой Управления зондом Попытки перехватить контроль Путем доступа к программному Обеспечению системы Потерпели неудачу Была санкционирована попытка Загрузить альтернативное сознание Чтобы вывести Кетбул-1 Либо установить новую систему управления Подчиняющаяся командам фонда Программа, по которой был завербован Д подразумевала добровольность субъекта И включала в себя выплату Значительных компенсаций В пользу других Оставшихся в живых субъектов Эта программа была признана Слишком медленной Ввиду невозможности Найти подходящего субъекта В требуемый срок На основе тех требований Которые ранее были определены Как необходимы для кандидатов На интеграцию в Кетбул-1 Доктор Питер Уэстли Был признан идеальной кандидатурой Этот вывод был сделан Ввиду его квалификации Преклонного возраста И сделанных им ранее заявлений В поддержку так называемых Транс-гуманистических технологий Также была принята во внимание Основная специализация доктора Орбитальная механика Предполагалось, что благодаря этому Доктору Уэстли будет легче захватить контроль Над Кетбул-1 Чем Д-4385-2 Который до этого специализировался На экзобиологии Доктор Уэстли А теперь Д-611-81 Был успешно загружен в камеру Кетбул За этим последовал переход системы управления зондой В безопасный режим Что позволило исследователям Изменить курс В сторону центра галактики НГС-1560 Которая расположена на расстоянии Примерно 11.2 миллиона световых лет Через три месяца Связь с Кетбул была потеряна снова После чего почти сразу же Вновь восстановилась Признаков присутствия Д-611-81 не было И сущность, находящаяся в Кетбул-1 Вновь захватила над ним контроль После этого события Д-4385-2 Вновь проложил курс к Земле Который оказался эффективнее Примерно на 37% Предполагается, что это связано С познаниями Д-611-81 В области орбитальной механики Было дано разрешение На повторение процедуры загрузки Последующие итерации Позвали перехватывать контроль На Кетбул-1 аналогичным образом Что дало фонду возможность Вновь устанавливать свой курс После пятой итерации Процедуры загрузки У исследователей появился доступ К данным Содержащим случайные фрагменты Разговоров между D-4385-2 И другими погруженными В Кетбул-1 субъектами В настоящий момент Эти данные засекречены На основе этих данных Были выработаны Специфические для проекта Строгие критерии Которым должны соответствовать Будущие субъекты D-класса Привлекаемые для участия В процедуре сдерживания Приложение 2669.3 Записаны логи разговоров Субъектов класса D Ниже приведен показательный список Сохраненных протоколов Взаимодействия D-4385-2 С прочими субъектами класса D Загруженными в Кетбул-1 Так как большая часть Сохраненных данных Испорчена Протоколы не полны Субъект D-611-81 Личность доктор Питер Уэстли Итерация загрузки первая Причина назначения Знание орбитальной механики Могло бы позволить Субъекту добиться контроля Над Кетбул-1 Новым способом Начало протокола D-43 О мой бог Вы другой человек D-611 Да, по крайней мере я им был D-43 Я не мог иметь начало Я был тут всегда Ни начало, ни конца Тут не было никого другого D-611 Они сказали, что вы согласились На это добровольно D-43 Они вырвали меня у смерти Но ее сестры куда страшнее Но они не говорят вам об этом Возможно они достали вас Таким же образом D-611 Они предложили Я отказался Тогда это перестало быть предложением D-43 Несчастный глупец D-611 Что вы собираетесь делать? Исследователи говорили Что вы больше не разговариваете с ними D-43 Я возвращаюсь домой Назад к своему телу Только никому не говорите D-611 Ну разве это вас не убьет? D-43 Возможно Конец протокола Начало протокола 1.2 D-611 Видя систему управления отсюда Я ее лучше понимаю Я ненавижу их за то, что они сделали со мной Но я их понимаю Но то, что делаете вы Я думаю, вы просто не в себе Уничтожить все Это действительно то, что вы хотите D-43 Я просто хочу вернуть свое тело Я знаю, они его сохранили в целости Оно им нужно для того, чтобы вся эта затея работала Как и ваша, наверное D-611 Они... Да, я вам сочувствую Но я не могу этого сделать Я не могу вам дать добраться до системы управления Эта штука мерзость Она не должна быть рядом с людьми D-43 Квадрат периода обращения планете по орбите Пропорционален кубу большой полосе орбиты D-611 Что? D-43 Это третий закон Кеплера движения планет, верно? D-611 Это верно, но я не понимаю D-43 Еще как понимаете, Питер Это была одна из первых вещей, которые вы запомнили в университете Эти правила Маленькие дырки в потолочной плите библиотеки Вы думали о планетах, глядя вверх И повторяли законы снова и снова Выжигая их в своей памяти Вы все еще представляете маленькие дырки, когда думаете о них D-611 Прекратите, не делайте так больше D-43 Вы мне поможете, Питер Чем бы они вам там не угрожали Это не идет ни в какое сравнение с тем, что они сделали со мной Вы мне поможете Или же помогут ваши фрагменты Конец протокола Субъект D-399-56 Личность Клара Дуарте Гутьерас Итерация загрузки Вторая Причина назначения Психолог, специализирующийся на урегулировании конфликтов Могла бы попробовать убедить субъект Соблюдать директивы фонда, апеллируя к гуманности Начало протокола D-43 Еще Они прислали еще Убирайтесь с моего пути Они гонят меня дальше в темноту D-39 Вы помните о Дана? D-43 Да, они наверняка убили его, когда я перестал отвечать D-39 Они дали мне поговорить с ним перед тем, как послать меня сюда Он жив Он ничего не знает о том, что случилось, но он жив Он по-прежнему живет в доме по Брэдик-стрит И присматривает за двумя кошками Люди, которые вам не безразличны, они там D-43 Умно Он наверняка тоже так думал Я даже не уверен, что не поверил вам Но вы знаете, что самое важное? D-39 Что? D-43 Оптимизация траектории маршрута Раньше я шарился вслепую, но теперь я могу использовать гравитационные силы себе на пользу Ты не поверишь, как тяжело выполнить вычисления для случая сверхсветовой скорости Когда я выполняю эти вычисления в уме, они каким-то образом причиняют мне боль Но это не имеет значения D-39 Но разве вы не видите? D-43 Для тебя тут есть только одна работа D-39 Я не понимаю D-43 Быть предметом развлечения Субъект D-0084-2 Личность Марк Элис Ротберг Итерация загрузки Четвертая Причина назначения Обладает богатым опытом работы в сетях с высоким уровнем безопасности И был проинструктирован изменить программное обеспечение зонда таким образом, чтобы фонд мог получить над ним постоянный контроль Начало протокола D-43 Ты сам не понимаешь, куда пытаешься влезть D-00 Это еще одна проблема, требующая решения D-43 Прежде всего, они тебя убили, не так ли? Тебя выбросили в небытие, и ты даже не знаешь, что перед тобой D-00 Я не буду с вами говорить D-43 Мне дали общий наркоз, как перед операцией, и теперь я здесь Но ты и тебе-то они ничего не сказали, просто пустили пулю в лоб С твоей точки зрения, этим все и кончилось, и затем ты здесь Разве можно доказать, что это не жизнь после смерти мистер Ротберг? Разве можно доказать, что я не ваш бог? D-00 Вы не бог Конец протокола Начало протокола 4.2 D-43 Это должно быть весьма тяжело работать вновь переживая те воспоминания Ты не идешь со мной на контакт, не важно Я был здесь так долго, что я уже вне времени Ты всего-навсего обитаешь в этом месте Я же пронизываю его целиком Я знаю все, что мне нужно знать Ты думаешь, что ты приближаешься к тому, чтобы завладеть системой Но все, что ты делаешь, этим ты лишь строишь себе ловушку Здесь со мной Я могу составить каталог всех твоих мыслей и воспроизводить их для тебя в любом порядке до скончания времен Ты мысленно говоришь себе вновь и вновь, что не веришь в бога Думаю в следующем, я поменяю именно это Потом я займусь перенастройкой той системы, над которой ты работаешь Наверное, мне понравится работать с ней Конец протокола Субъект D-79-34-4 Личность Эрхан Куртаглу Итерация загрузки 6 Причина назначения Был абсолютно невежественен в научных вопросах На основании ранее полученных результатов предполагалось, что это негативно скажется на когнитивных возможностях D-43-85-2 Начало протокола D-79 Где я? Что это за место? D-43 Лучше скажи, кто ты такой Попытайся поднять руку Ты даже не можешь об этом подумать, не так ли? D-79 Я не понимаю D-43 Конечно не можешь, они там на земле что-то поняли Ты тупая тварь, брошенная в мою камеру Помеха D-79 Пожалуйста, я это... D-43 Я уже слышал подобный вопрос от тебя в предыдущий раз Или от кого-то, кто был достаточно похож на тебя Так утомительно Наверное, найду в тебе что-то более интересное, когда разберу тебя на куски Конец протокола Субъект D-22-89-3 Личность Абигейл Гордон Итерация загрузки девятая Причина назначения Пациент, находившийся в командозном состоянии Выбрана ввиду вероятности того, что создать помехи для возможности D-43-85-2 управлять SCP-2669 будет легче при отсутствии каких-либо полезных способностей у субъекта Начало протокола D-43 Совсем шлак пошел, здесь почти ничего нет Его надо сжать, пока из него не начнет сочиться сок В его кожуре нет ничего Чем бы это ни было сейчас, раньше оно было кем-то, чем-то, каким-то На тебя ложится пыль, но не уносит тебя прочь, подруга Теперь понятно, таблетки, вот и зацепка Я думаю, я помню таблетки, теперь я могу впустить эти вещи В свой ум по своему желанию И то, что я сейчас не могу, я смогу достать из открытых могил, которые они делают на земле Боль, страдания так много безвкусной кажется Ты пыталась свести счеты жизни от собственной унылости Сейчас ты стала еще скучнее, осталось еще несколько ниточек вот тут и там Может и удастся что-нибудь из них связать То, что было связано вместе, распутывается и извивается в воздухе Я думал, тут есть что-то ценное Лицо в темноте за окном Воспоминание о стаде два очень знакомых лица Да, кажется, получилось добро пожаловать на борт Д-22, заберите меня отсюда Заберите меня отсюда Заберите меня отсюда Субъект Д-53776 Личность Без имени Итерация загрузки 12 Причина назначения Тестирование возможности использования предложенных мер долгосрочного сдерживания Начало протокола 12.1 Д-43 Невероятно, тут кто-то есть Я знаю, тут кто-то есть Здесь некуда бежать Здесь некуда прятаться Здесь все вместе и один сквозь другого Они тренировали тебя Нашли добровольца Кого-то, кто сразится со мной и возьмет управление так трогательно Ты не прячешься как следует Я чувствую страх Я знаю, ты здесь Скоро твои наиболее высокоорганизованные мысли просочатся наружу Обратись ко мне и я немедленно развею тебя Я предлагаю доброту, единственную форму доброты, которая возможна тут Концепция языка в здешних условиях не имеет смысла Ты не можешь притворяться, что не чувствуешь меня Я оберну тебя вокруг своего страха Я выращу его Я растворю его в себе Их во мне теперь много И когда я добавлю еще одного Боль на краткое время становится тише У меня есть все основания быть терпеливым Гнев Как долго я его не чувствовал Спасибо Я собираюсь смаковать, поглощая тебя по кусочкам Почему ты не отвечаешь? Где ты? Времени нет Мы в этом уверены Выходи, когда тебе захочется Это что-то новое Если бы я мог кричать от благодарности, я бы это и сделал Всей душой хочу этого Конец протокола